Чубайс предложил Ходорковскому извиниться за слова взятки. Ходорковский рассказывал, как были выборы Ельцина, и между делом сказал, что в 1996 году представители бизнеса, и в частности он Ходорковский, хотели поговорить с Ельциным, чтобы тот не подписывал указ, вводящий чрезвычайное положение, который разгонял Думу, отменял выборы, ну и прочее. То есть вводил диктатуру. И они пришли уговаривать, а Чубайс им предложил такое рандеву за 2 миллиона или за 3 миллиона, Ходорковский не помнит и не обязан помнить, за 2 или 3 миллиона долларов предложил. Ну они скинулись там кто поскольку, кто сколько должен. Дали такую взятку Чубайсу, он им устроил эту встречу и так далее. Вот Чубайс сейчас отказывается, говорит, не было того. Причем Ходорковский же не настаивал и всю историю рассказывал не для того, чтобы рассказать, что Чубайс получил взятку. Мы что, не знаем, что Чубайс взяток? У нас что, есть какие-то иллюзии относительно Чубайса? Мы можем его в порядочности заподозрить? Чубайса мы можем заподозрить в порядочности? Вот когда меня спрашивают, а вы там за руку его не поймали. Ну вот вы мне скажите, Чубайс богат? Богат, очень богат. И очень легко посмотреть, что ему принадлежит. Там и акции, и заводы, пароходы, и дворцы, и все у него есть. Он мог эти деньги получить, честно? Как? Ну как он мог их получить? Вот он там что-то приватизировал, да? Он приватизировал всю страну, а не что-то. Понимаете? То есть, благодаря преступному государству преступник Чубайс получил преступные деньги. Вообще, возможно, получение кем-то из этих чертей денег честных. Конечно, нет. Там нет таких денег. Просто в принципе нет. Они что, музыканты? Пианисты какие-то, я не знаю. Певцы. Или, может быть, они там режиссеры какие-то. Нет. Они политики. И если политик богат, значит, он коррумпировал. Все. Нет. Если политик богат, за политическим богатством коррупция стоит. Все. Больше ничего там нет. Если вы такие честные, Чубайс, то почему вы такие богатые? Вопрос. Тут вот Ходорковского ругают. Мы сейчас не про Ходорковского говорим. Ходорковский просидел 10 лет. И я думаю, все, что он там натворил, он за это уже все обнулил. Я думаю. То есть, у него была страшная страница в жизни. Сидение в путинской тюрьме. На каторге фактически просидел. Больше 10 лет. Так что, какие к нему могут быть вопросы? Я думаю, что все, никаких вопросов к нему не быть не может. Если бы 10 лет в путинской тюрьме Чубайс просидел, вы знаете, я, может быть, тоже к нему вопросов не имел, если бы после этого он стал бы воевать с Путиным. Я бы, может быть, тоже не имел никаких вопросов. Поэтому не надо сравнивать. Продолжение следует...